оценка эффективности практики профилактики девиантного поведения детей в образовательной среде я выключаю микрофон арима вячеслав на вам слово спасибо я буду просить поворачивать слайда пожалуйста следующий слайд переключите спасибо и так очень коротко да наша идея наших проектов возникла в ходе работы студенческого научного общества в восемнадцатом году мы получили гранд-рус молодежи смогли реализовать достаточно амбициозные планы по развитию студенческой науки в мгпп и одним из компонентов этого проекта было создание международной площадки студенческих и экспертных обменов на базе сно и вот одна из одно из событий очень значимых это была стажировка наших студентов и специалистов финляндию там мы познакомились с беном фурманом институтом краткосрочной психотерапии города хельсинки до этого мы были знакомы с программой которую бен фурман когда-то много лет назад придумал это kit skills детские навыки здесь мы уже из первых рук до получили эту методику увлеклись вовлеклись и решили задумали реализовать очень важный проект согласие естественно авторов бена фурмана маю ахола который сейчас возглавляет этот институт хельсинский о том чтобы провести вернее реализовать на базе российских школ программу skillful класс то есть умелый класс мы это так перевели в уже в школах и детских садах и таким образом значит идея появилась у нас такая что нужно было не просто провести до опробировать эту методику но еще проверить как она встроиться в наш российский до социум в наш российскую образовательную систему следующий слайд пожалуйста и мы предложили не просто внедрить эти методики вернее опробировать их но еще и провести исследование их эффективности провести психологическую диагностику параметров которые по мнению авторов методики и по нашему мнению должны изменяться в результате реализации этой программы ну и получили одобрение университета нашего для реализации проекта вот инструмента доказательного подхода здесь наша задача была поставлена таким образом чтобы не просто профилактическую программу эффективную опробировать а затем внедрить может быть адаптировать к нашим реалиям но еще получить научные доказательства эффектов которые были заложены в эту методику авторами и через какое-то время мы получили поддержку департамента образования города москвы потому что наш университетский проект реализовывался в регионах страны департамент образования московский поддержал нашу идею реализовать эту программу в московских школах и благодаря гранту догма мы получили возможность добавить к методике умелый класс еще нашу российскую игропрактику мы назвали ее сила народной игры сегодня авторы этой методики владимир анатолий чернушевич и иоанна борисовна теплого представят ее их мы обсудим этот момент ну таким образом мы решили соединить два российский и заимствованный блоки профилактические на начальных классах и в дошкольном отделении и естественно партнерами наших проектов выступил хельсинский институт краткосрочной терапии бен форман лично приезжал несколько раз проводил у нас тренинги обучение осуществлять супервизию нашего проекта и активно участвует в разработке российской модели уже нашей русифицированной методики умелый класс следующий слайд пожалуйста ну это наши выходные данные да здесь на что стоит обратить внимание что мониторинг и сопровождение осуществляется студенческое научное общество факультета юридической психологии к нему присоединились студенты других факультетов потому что эти профилактические методики реализуются при активном участии студентов при их участии научно-методическом они осуществляют у нас проведение входной и после программной диагностики ну и реализуют игропрактику реализуют уже в как в качестве исполнителей да и тренеров следующий слайд пожалуйста ну и вот идея наша идея объединить практические задачи системы образования в области ранней профилактики девиантного поведения и задачи научного обоснования выбора профилактических методов оценки их эффективности цели на первом этапе здесь перед вами на слайде вы видите вот наша действительно такая интересная задумка показалась интересной даже бену фурману потому что он он практически свой метод фактически продвигал как метод подтвержденный опытом финских школ да затем он распространил свою методику skillful класс на немецкие китайские школы сейчас вышла статья где сравнивается этот опыт но ни в одной из ни на одной из площадок финско-китайской или немецкой не проводилась подробная психологическая диагностика об этом я скажу чуть позже а программа силы народной игры на основе русских народных игр была уже измерена различными способами по степени ее эффективности по параметрам на которые она воздействует но это было было в рамках скажем так энтузиазма авторов и отражено во многих публикациях а вот такое целостное системное целенаправленное и достаточно хорошо структурированные исследования в котором задействованы экспериментальные и контрольные площадки где четко построен алгоритм исследования ну вот мы предприняли впервые благодаря тому что получили поддержку наших проектных идей следующий слайд пожалуйста дизайн проектов ну здесь такая такой эскиз да что мы оцениваем практик эффективность практик профилактики по ключевым кейсом жанр нашего исследования контролируемый эксперимент формирующий эксперимент мы предприняли попытку использовать метод рандомизированного исследования в нашу программу вступили все желающие те кто получил скажем так вернее получил те кто ознакомившись с предложенными нами методами которые можно реализовывать в системе образования обоялись этими методами до очаровались ими можно даже так сказать и увидели перспективу реализации этих методов своей конкретной практической работе то есть это был такой скажем так способ фильтрации да на мы познакомились методикой нам понравилось мы будем это делать мы согласны проводить диагностику и предоставлять результаты про проходить супервизию то есть вот такой такая договоренность была заключена нами со школами в шести регионах нашей страны и в москве ну и субъекты воздействия то есть мы выбрали методики которые направлены на изменения не только у учащихся и там воспитанников детских садов но и педагогов а также родителей и школьной среды в целом и ну как всегда доводится вот в такой проектной деятельности была предусмотрена достаточно большая обзорно-аналитическая основа которые были озвучены и описаны методы различные методы профилактики девиантного поведения были представлены некоторые исследования эффективности этих методов в частности мы рассмотрели такие серьезные проблемы которые беспокоят все образовательные учреждения всего мира как буллинг как астракизм да такие проявления нарушения отношений которые приносят значительный ущерб до всем участникам вовлеченным и даже свидетелем этих процессов и насколько наши кейсы умелый класс и силы народной игры способны заложить основу для того чтобы эти крайние проявления не проявлялись мы вот как раз и предприняли нашу исследовательскую программу если говорить о до следующий слайд пожалуйста ну вот ключевой кейс проекта в раздаточном материале и после нашего семинара вам будет доступна подробная брошюра о методе бена фурмана а также презентация игровой фольклорной практики силы народной игры и если у вас будут вопросы вы нам их потом зададите сейчас коротко да вот 15 шагов 15 шаговый инструмент получения результата до в виде освоенного социального навыка благодаря которому у детей решаются многие психологические проблемы это тот базис до кит skills на котором построена программа умелый класс где этот 15 шаговый алгоритм реализуется применительно к классу либо в группе если речь идет о дошкольном отделении в качестве дошкольников осваивали у нас эту программу только ребята которые обучаются в дошкольных подготовительных группах и эти навыки то есть этот 15 шаговый алгоритм построен в прежде всего на изменении мышления учителя который формирует среду общения в классе таким образом что дети начинают замечать друг друга замечать друг друге какие-то позитивные изменения навык который выбирает весь класс как задачу над которой работают все вместе группой при поддержке родителей при поддержке значимых взрослых это тот инструмент объединения класса где с помощью различных средств и способов каждый ребенок получает позитивную обратную связь от своих одноклассников и в этой в этой структуре отношений абсолютно исключены диктаторские дисциплинарно карательные либо какие-то унижающие детское достоинство способы взаимоотношений и в этом смысле методика умелый класс очень ну вернее целевым образом направлено именно на то чтобы учитель овладел этими способами общения смог организовать эту игру это по сути игра в классе таким образом чтобы у детей сохранялся азарт и интерес к этому и рефлексия да мы думали предполагали да гипотетически изложили это в исследовательские инструменты дальше об этом скажу что изменится еще достаточно много показателей не только касающихся социальных навыков но и других там личностных качеств атмосферы в классе и так далее следующий кадр пожалуйста но основание для выбора кейса это то что есть возрастная возрастные задачи которые не всеми способами могут быть решены не всеми методами что предварительная оценка применимости профилактических методик должна происходить в любом случае да потому что мы не можем рекомендовать методику пока мы не получили достоверных подтверждений о том что она как минимум не вредит а как максимум помогает и для того чтобы изучив механизм влияние предлагаемой в данной профилактической методики мы понимали как этот механизм может быть реализован в реальной практике ну и следующий слайд это научная обоснованность методическая проработка признание в профессиональном сообществе это те характеристики которые по которым обе наши оба наших кейса проектных были выдержаны да в полной мере ну и наличие запроса на эту практику это та самая актуальность который с которой школы всегда идут к ученым и методистам чтобы мы предложили им реальные действующие программы и методики следующий слайд давайте дальше это вы прочитаете потом ну и была создана до междисциплинарная международная команда в которую вошли в том числе и студенты я знаю что здесь сейчас присутствуют представители саратовского государственного университета наш партнерский факультет который тоже реализует подготовку юридических психологов и они тоже подключаются к этой программе на базе энгельской площадке об этом чуть позже ну и следующие про этапы мы говорить не будем да сначала мы в прошлом прошлой весной мы в порядке пилотажа пробировали это в саратове самарской санкт-петербурге камчатке и сургуте ну и в московских некоторых школах и этот пилотный этап показал нам что да эта методика может быть встроена в нашу образовательную систему несмотря на различия в менталитете и были преодолены таким образом некоторые опасения которые мы испытывали когда говорили когда предполагали что будут трудности по внедрению этой методики трудности были но при этом это программа вошла да и и дальше вот она сейчас реализуется следующее дальше пилотная площадка это класс группа это учитель или воспитатель это педагог психолог родители и вот наши студенты кураторы дальше про количественные показатели у нас на каждом этапе на пилотном на первом этапе апробации на этапе сейчас отдаленных исследований да то есть отсроченного исследования у нас немножко меняются цифры количество количество площадок и участников до мигрирует потому что это дети да и не все данные полученные на всех этапах могут считаться валидными мы включали в анализ только данные которые получены по полной батареи задуманных нами диагностических инструментов следующий пожалуйста дальше значит мы проведя вот эту апробацию прошлой весной уже с сентября месяца начали реализовывать эту программу потому что у нас уже были данные относительно того насколько хорош и правилен перевод методики например финской насколько мы смогли составить достаточно четкую программу проведениями с методическим сопровождением у нас уже была какая-то было какое-то понимание подводных камней и сложностей которые нужно было предусмотреть до того как начиналась реализация этой программы ну и основная конечно же сложность это была большая батарея психодиагностических методов которая очень трудоемкая и по времени и по трудозатратам мы как бы сознательно шли на то чтобы заложить в эту исследовательскую корзину максимальное количество измерительных инструментов следующий слайд пожалуйста так ну и что мы изучали да вот в этой батарее это сформированность социальных навыков то есть собственно то что и заложено в сами методики да по скилл фулл класс скажу пару слов там шесть общеклассных навыков над которыми работали дети и 22 индивидуальных то есть выбирался один из шести а потом один из 22 и дети работали по определенной программе в программе сила народной игры навыки были ну скажем так разработан до список навыков над которыми которые которые наблюдались в процессе отслеживались их изменения и владимир анатольевич расскажет об этом своей части значит что мы смотрели на что по нашей гипотезе эти профилактические программы должны были подействовать на социометрический статус в классе да или в группе по нашему мнению не должно после программы остаться детей которых не замечают игнорируют или отвергают мы предполагали что повысится самооценка пусть не всех там личностных качеств но возможно и должна была повысится самооценка тех самых навыков над которыми дети работали и которые они обсуждали а также должны были повыситься способности к взаимодействию переносу умений на другие ситуации мы предполагали что может быть снизилась бы тревожность повысилась адаптация показатели адаптации системы отношений ценностной при позиции психоэмоциональное благополучие но и способность учителей поддерживать формирование социальных навыков это тот самый важный компонент на который нам бы информен все время указывает как на ключевой и основополагающий в этой методике следующий слайд пожалуйста инструментарий но это гипотеза да что программа может снизить показатели риска девиантного поведения по определенным параметрам которые значимо влияют на возникновение отклонений в поведении и следующий пожалуйста слайд дополнительные гипотезы я сейчас перечислять не буду до что повысится рефлексии способность к рефлексии у детей способность отмечать положительные изменения друг у друга что чем активнее родители участвовать тем лучше у детей результаты мы это к сожалению смогли пока проверить ну и склонность да и что эмоциональное состояние учителей и родителей тоже влияет это вот наши скажем так гипотезы ну и главная до гипотеза относительно учителей показатели удовлетворенности но тут про детей написано собственными достижениями в программе связаны с не авторитарной позиции учителя здесь не вошла еще гипотеза что неизбежно в процессе реализации этой программы повышается удовлетворенность учителем многими сторонами своей профессиональной деятельности и отношениями со значимыми людьми в образовательном процессе следующий слайд схема алгоритм оценки динамики навыков и тот что встроен в саму методику умелый класс тот что встроен в методику силы народной игры да это имманентно присущие данным методикам инструменты мониторинга которые позволяют по ходу реализации этой программы отслеживать правильно ли туда в ту ли сторону мы идем то ли формируем что надо и главное что следующий слайд это матрица диагностических инструментов вот та самая большая батарея методика которая здесь написано дошкольной начальная школа потому что у нас на дошкольном этапе и в начальных классах реализовывались обе программы и мы взяли вот эту батарею для того чтобы отследить значит три среза делали до программы сразу после завершения реализации программ и отсроченный третий срез который вот сейчас проходит в данный момент ну дальше продолжение этой матрицы еще раз пролистните слайд пожалуйста да значит это методики которые там их достаточно много и оценивались изменения в уровнях развиваемых навыков в экспериментальных и их контрольных классах до во время первым и во втором замере значимое различие между результатами измерению экспериментальной контрольной группе это были основные как бы наши задачи исследовательские следующий слайд ну и вот некоторые результаты здесь представлены результатов получилось на самом деле очень много здесь мы интегрировали данные по обоим проектам по московским и региональным площадкам получилось у нас что фактически с высокой степенью достоверности с высокой значимостью установлены изменения которые касаются абсолютно всех навыков которые были выбраны как основные в программе умелый класс но и под поднялись поднялась самооценка и объективная оценка других навыков над которыми прицельно не работали но которые обсуждались в процессе выбора того самого основного над которым будет работать класс и дальше следующий слайд здесь несколько вы потом можете прочитать это более подробно то есть здесь показано что между контрольными экспериментальными классами действительно есть разница в том как повысились показатели адаптации по параметрам учебная активность например что странно да потому что программа умелый класс например реализовывалась прямо на уроке вообще в процессе всего общения да и сегодня представитель наших площадок расскажет об этом что это не какая-то отдельная там работа да не какое-то вне классное мероприятие хотя классные часы и вот обсуждение этих навыков проводились в рамках вне учебной деятельности но реализация этих навыков и наблюдение друг за другом у детей было и в процессе учебы тоже то есть на уроках таким образом вот видите значимо повысилась у них шкала учебной активности ну и также некоторые значимые различия между экспериментальной контрольной группы получила получили такие важные параметры как продуктивность совместной деятельности и эмоциональные отношения к совместной деятельности что тоже очень важный фактор профилактики того самого до девиантного поведения нарушения отношений в классах может быть и это будет таким культурным площадкой до трансмиссии культурных образцов до которые дети потом понесут среднюю школу и таким образом может быть получит прививку от того же буллинга или астрокизма ну и следующий слайд сейчас быстренько пробежимся по по ним значит был проведен целый ряд мероприятий конференции так далее дальше значит мы сейчас работаем над анализом организационных и содержательных факторов которые в контексте проведения исследования эффективности обнаружили в рамках вот нашего проекта и одним из основных одной из основных проблем является действительно вот это наша диагностическая трудоемкость вот этой процедуры этой процедуры скажем так исследований потому что школьные учителя и школьные психологи не должны не обязаны до проводить никаких научных исследований и встроить вот эту диагностическую работу в учебный процесс его обязательствами нагрузками стрессом за организованностью там и так далее это очень сложно мы для этого про наших студентов придали да в помощь в площадкам экспериментальным которые в их лице получили фактически помощников до для того чтобы вот эту дополнительную работу мы взяли на себя да на нашу студенческую когорту и еще сложнее было реализовать программу в контрольных классах потому что если экспериментальные классы были мотивированы тем что у них реально реализовывалась интересная эффективная программа которая давала видимые феноменологически наблюдаемые результаты а не только там гипотетически посчитанные в процессе исследования а контрольные классы для того чтобы их вовлечь и заинтересовать в эту процедуру это это нужно было да большое мастерство и в этом смысле у нас конечно выборка получилась немножко неравномерной потому что контрольных классов численно количественно меньше чем экспериментальных и по некоторым параметрам данные как бы не могут быть достаточно валидными представлены но в том что касается оценки самооценки навыков здесь мы получили одну достаточно четкие и несколько раз повторенные результаты о повышении о значимом повышении этих показателей ну и некоторые моменты которые стоит отметить что навыки над которыми дети не работали но о которых они говорили у некоторых детей были оценены ниже до после программы потому что повысилась критичность детей до к тем навыкам которыми над которыми они еще не работали и вот здесь снижение самооценки этих навыков тоже рассматривается как такой хороший правильный эффект до заставляющий детей осознавать какие-то свои дефициты и осознанно стараться принять до новую программу собственного до субъектного развития в виде того что дети понимают какие навыки у них нуждаются в их работу работе ну и последние слайды давайте дальше значит сейчас замеряем анализируем и так далее сейчас у нас идет третий срез отдаленный в некоторых это очень сложно потому что дети разошлись на карантин и и вот в этом смысле в перспективе развития нашего проекта как раз такая идея которую мы обсуждали с бэном фурманом и который будет обсуждаться 27 июня на нашем общем совещании на вебинаре это идея того как поддержать работу над навыками в процессе естественных до рядовых разлук в виде каникул и там сезонных карантинов как продолжать работать над начатыми навыками и так далее и как работать в принципе в дистанционном режиме если нет площадок для очного общения например это актуально для детей которые ну всегда учатся на даму но это немножко другая задача наша задача показать что ну вернее показать разработать те самые модели применения методов умелый класс для вот таких вот форс-мажорных обстоятельств как сейчас карантин и длительных каникул летних чтобы дети не теряли эти навыки продолжали общаться и обсуждать свои достижения и достижения друг друга и еще один важный тоже момент который стоит на который стоит обратить внимание это та атмосфера который создается благодаря тому что эта программа входит в школу и она скажем так вовлекает любопытствующих если они не вовлечены в этот проект и подстегивает азарту тех кто уже вовлечен это очень важный атмосферный момент мы пока еще не исследовали собственно говоря атмосферу школы но в проекте где реализуется фольклорная игра практика да вот эта атмосферная задача она как раз реализуется и достаточно хорошо решается вам об этом расскажут мои коллеги ну и наконец дальше вы можете посмотреть как изменились как изменилась удовлетворенность различными параметрами своей жизни профессиональные и социальные учителей российских и финских мы взяли данные у бена фурмана и здесь вы видите что потом посмотрите более внимательно да что изначально российские учителя некоторые параметры оценивают очень низко в отличие от финских и в наших учителей нет ни одного показателя в сто процентов как это есть финляндии ну то есть это не знаю к вопросу об измерительном инструменте или к вопросу о большей скажем так критичности наших учителей к своей ситуации может быть какие-то более выраженные проблемы которые наши учителя отражают вот в этом в этом исследовании ну и вот ключевое мне нравится моя работа да вы видите что у финских учителей работа и так им нравится да и в процессе применения умелого класса и до него и во время и после а у наших учителей участников опроса это были учителя экспериментальных классов повысились показатели удовлетворенности работы в целом повысились показатели поддержки удовлетворенности поддержкой коллег учителей появилась большая уверенность в том что учитель может увлекать детей и учителю нравится входить в класс он стал лучше ладить с родителями учеников а вот параметры я считаю что могу успешно решать проблемы детей снизился это наверное из той же оперы да что и у детей которые оценивали свои навыки то есть стало более критично отношение к этому показателю ну видимо потому что в процессе реализации этой программы легкость да стала категория относительной но здесь можно рассуждать на эту тему и мы сегодня надеюсь услышим людей которые реально этим занимались они могут прокомментировать эти данные исходя из своего опыта и последнее теперь уже точно последний кадр будьте добры это картинки дальше дальше про эти модели скажут нам наши ангельские коллеги вы прочитаете экспертную оценку проекта которую дал бен фурман она очень лесная и при этом вдохновляющая потому что он ставит некоторые задачи на продолжение этого проекта и они интересно интерпретируется в нашей российской реальности дальше перспективы развития метода в россии да это вот папа бену фурману следующий слайд публикации вы можете прочитать несколько вышла статьи сейчас в новом номере психологии права следующая статья выходит а так вот я хотел сказать о том что наша диагностическая батарея который которую мы при придали так сказать к внедрению умелого класса в россию подстегнула самих финнов к тому чтобы они провели такую диагностику и написали наконец-то об этом серьезную статью вот она эта статья появилась в после списке она последняя где сравнивается опыт китая и финляндии и теперь мы можем ссылаться на авторский текст и теперь мы можем публиковать свои данные которые нам не как бы нельзя было публиковать до тех пор пока первичные данные не появятся у авторов методики до в такой в признанной научной публикации и последний слайд мы приглашаем вас дальше мы приглашаем вас 27 июня на серию вебинаров с участием бена фурмана это как раз то фаза нашего проекта в которой мы будем мы зададим некоторые векторы по развитию этого проекта дальше и этот момент будет фактически отправным для того чтобы подключить новые школы новые площадки потише пожалуйста извините у меня тут народ уже беспокоится все я заканчиваю свое выступление передаю слово моему суд докладчику владимир анатольевич чернушевичу очень важно что у нас параллельно до опробируется и исследуется эффективность двух методик российской и заимствованной и обе они построены на принципе игры игра это то что до имманентно присуще детству и должно быть тем самым нормальным профил даже не профилактическим а нормальным качеством и условиям жизни ребенка да тогда можно многое как это сказать от многого уберечься да и многое сформировать и вот пожалуйста владимир анатольевич так если можно покажите пожалуйста вот презентация она достаточно большая вот поэтому я бы не взялся ее комментировать потому что она сделана еще до проекта только немножко мы уточнили вот а мне нужно очень коротко ответить на как мне кажется на такие важные вопросы как зачем мы взяли игровую вот пожалуйста эта картиночка пусть будет только надо будет двигать немножко вот зачем взяли игровую практику на вооружение во что мы играем кто играет как играет что это дает невооруженным глазом что можно заметить что это дает с помощью экспериментального исследования вот и как присоединиться к этой к этому направлению вот зачем хотелось бы но многое об этом сказано в публикациях которые в презентации там вы перечислены и ссылки и очень детально рассказано про планирование эксперимента которые мы провели в девятнадцатом году вот и в июне месяце выйдет журнал вот июньские психологии права где подробно рассказано о результатах вот то есть какие-то детали и проценты цифры я обязательно сейчас назову но как бы полный такой отчет практически там есть поэтому я постараюсь остановиться на том чего там нет прежде прежде всего это хотелось бы сказать что проект этот начался для меня лично очень давно где-то в конце 80-х годов начале 90-х когда стало понятно что игра детская с улицы ушла и она никуда не пришла и в кругу семьи поскольку семьи молодетным на мало пока немного поколенные и там ее нет и на улице и нет и в детских учреждениях ее тоже постепенно не стало именно игры как игры вот традиционные игры которые раньше скажем ну просто она была в программе вот это что это какую мысль этого вызвала фактически дети лишены пространства в котором они осваивают социальные отношения причем как бы отношения с ровесниками с детьми постарше с младше с детьми помладше и со взрослыми тоже вот такая вот мысль рождалась с начала 90-х а конечно дети играют они не могут не играть но во что они играют они играют в то что они видят не казаков разбойников а бандитах и прочих разных нехороших людей которые они видят по всем как бы средства массовой информации и по рассказам взрослых как-то они в этом в этой среде живут и познают ее осваивая ее как это положено в игровой своей практике вот то есть на смену традиционной игре которая обеспечила культуру трансляцию культуры взаимоотношений людей приходит вот это вот дикая дикий дикая надстройка капитализма который который мы сейчас пребываем вот вот это понятно вот такая заботчинность было давно вот и реализовалась она но как-то поиски того как что делать с этим мы были мысли о том что хорошо бы в педвузах были такие программы которые бы педагоги брали несли эту практику через свою как бы ну это благие пожелания а вот 2011 году эти благие пожелания актуализировались потому что дети не умеющие общаться это будущие хулиганы большие это может быть и дальше делинквентные подростки и уже взрослые нарушители закона вот а факультет как раз юридической психологии был создан как мира противостояния вот этому нахлынувшего на 9 поведение то есть основной профиль это все-таки профилактика 9 поведение и наши студенты как психологи осваивают разные методы работают прежде все тренинговые консультативные ну все чем богат психологии вот но приступить к такой серьезной работе с детьми подростками традиционно они могут получив диплом вот а в то же время они же студенты наши живые люди и вот как бы сухость теоретических материалов она конечно их тоже немножко угнетает и мотивация их падает там к третьему курсу скажем это мы наблюдали вот с одной стороны эта ситуация мотивации на практическую работу довольствие недоступность практической работы вот и в то же время наличие богатой игровой практики которую собственно и решал задачи профилактики проблем взаимоотношения между людьми между детьми сначала потом и между взрослыми вот и собственно говоря вот удалось как-то синтезировать в одной из дисциплин нашего учебного курса педагоги психологи от на поведение это направление нашей подготовки появился курс организации досуга детей подростков и основное содержание этого курса оказалось как раз фольклорная игра то есть тот конденсат как бы традиционной культуры которые мы решили передать нашим студентам как коррекционно-профилактический ресурс вот но для этого нужно было сначала найти в достаточном объеме и качестве этот самый ресурс мое понимание того что игру нужно вернуть детям она реализовалась с помощью замечательных специалистов которые собрались на этом курсе этого там аборисами тепло которое с профессиональная культуролог и педагог и изучала фольклор и собирала его вот это ольга отмеряны стримах которая занималась коррекционной психологии и собственно говоря там тоже использовала фольклор фольклорную игру для работы с очень трудными детьми детьми с увз с разными разными диагнозами вот вот мы собрались командой и на первом же году к нам увидев нашу презентацию присоединился юрий зорин это как бы член такого фольклорного ансамбля измайловского слобода потому что фольклор без вокала это не фольклор это не игра и вот таким мощным коллективом в котором впоследствии подсоединились наши психологи факультетские открыли в одиннадцатом году программу которая собственно говоря и перетекла в проект сегодняшнего дня то есть 9 лет мы вели занятия со студентами передавая им фольклорную игру и практическая часть курса была состояла в том что с четвертой неделе обучения они то есть 1 сентября они приходили на нашу курс учебный а 20 какого-нибудь сентября они выходили на занятия с детьми то есть практически базовая детская программа которая была у нас в эксперименте использована она рождалась как раз вот в процессе работы с детьми с помощью того арсенала фольклорных ресурсов которые у нас ну вот так как-то естественным образом образовался пришел из коррекционной психологии и из фольклора живого совершенно как бы но который собственно и попав из жизни из тех мест где он до сих пор живет в естественной среде он попался их коррекционным психологом потом к нам и напрямую к нам из тех же источников то есть вот таким образом образовался такой вот набор игр и базовая программа с которой мы собственно говоря и работаем с детьми значит девять лет мы наблюдали за тем как хорошо влияет игра игровая практика на взаимоотношения детей то есть какие-то забитые детишки которые свое имя не могут назвать которых вообще никто не видит как будто их нет они становятся вполне активными принимаемыми они поют они не боятся отношения с другими детьми вот дети которые в общем-то каким-то образом приобрели такой агрессивный настрой и мы их встречаем в детских группах они пройдя через игровую программу становятся вполне нормативными то есть и уважаемыми благодаря своей такой напористости которая выливается в такое правильное русло который не зацепляет других детей а как бы поддерживает своей активностью вот это мы наблюдали и протокольные какие-то записи у нас в огромном количестве но и вы отзывы воспитателей и отзывы специалистов ведь мы не только в школах и в садах вели эту программу в рамках курса еще волонтерские были контакты с очень многими учреждениями и другими организациями и детьми совершенно разными это и психиатрическая больница детская тем там речевые дети дошкольники это и дети с тяжелым поражением головного мозга аутисты из специальной школы специальных группах до комбинированные какие-то группы где это детский дом для слепоглухих детей где совершенно неожиданно для воспитателя открылся ресурс что оказывается этих детей надо не только тренировать и социализирует 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 а еще с ними надо играть им это так нравится и и они очень хорошо социализируется таким образом вот такой вот большой этот опыт но каждый раз возникал у нас вопрос как же этот опыт самый тот опыт социализирует в каком-то большом масштабе да потому что доказательные практики являются теми практиками которые готовы продвигать наши различные органы и государственные и общественные то есть нужно какие-то доказательства как бы объективные потому что всегда нас оценивали теле из которой мы контактируем это дети которые называли этот полчаса в неделю который мы с ним проводим просто час радости да это воспитатели с которыми контактирую ли психологи вот но это люди просто это не эксперты вот и в когда возник вопрос а ну когда появилась программа вена фурмана который точно также имела статус такой хорошей практике которые все оценивают хорошо возник вопрос на том что готов поддержать департамент образования для того чтобы распространять как-то системно в школах предлагать всем что делать ну мы пришли к тому что необходимо профессионально доказывать эффективность этой практике поскольку мы психологи занимаемся профилактикой и в общем-то знаем как мирить что в этой области ну вот мы запросив поддержку департамента предложив скажем такой вариант такой вариант коррекционной работы в проект вот получили эту поддержку и получили возможность провести огромное количество диагностической работы то есть вот у нас было в общей сложности где-то 197 по моему детишек с каждым из них вся серия диагностических методик была проведена дважды до проекты после то есть у нас было четыре больших группы экспериментальных и три группы контрольных четыре группы контрольных где которые согласились на то чтобы мы там занимались с детьми диагностикой в ожидании того что мы все-таки в следующем этапом проведем с ними и собственно игровую программу весь как бы цикл игровых занятий вот что же мы что же мы взяли в качестве инструментов вернее на что была нацелена наша официально нацелена наша программа игровая но это прежде всего нас беспокоит ну так интегральная оценка это социально коммуникативные навыки уровень развития тех навыков вот что нас беспокоит то есть если они будут порядке то 9 поведение не предполагается что туда входит в эти социальные коммуникативные навыки и с же методы их измерения мы берем способность следовать правилам то есть если ребенок способен следовать правилам соответственно риск 9 поведения меньше мы берем методику венгера бусы включая в нашу диагностический пакет способны взаимодействию значит методика рукавички цукермана психоэмоциональная устойчивость здесь мы взяли в качестве инструмента лесенку демпора динштейна вот пытаясь как бы увидеть детей с неадекватной самооценкой вот и тест известные тревожности дошкольного возраста вот дальше понятно что главное это все таки взаимоотношения детей как они живут в группе и как мы можем повлиять на это здесь мы берем социуметрию методику копеона корабля смирного и холмогорова вот и ну и большая методика очень она небольшая но это русскоязычная версия опросника поведения дошкольников это бехар там агрессия тревожность гиперактивность это опросник для уже для воспитателей и для родителей как экспертов которые видят детей не только в игровой ситуации но как бы в других ситуациях в группе и дома это было очень важно потому что нам важен перенос этого опыта который дети приобретают фактически вот этот набор методик мы взяли на вооружение и получили определенные результаты у нас конечно да и самое интересное что к этим специальным известным профессиональным инструментом мы добавили свой вот она борисовна как разработчик немножко подробнее об этом расскажет это собственно говоря структурировано наблюдение за деятельностью в игре потому что до этого наши студенты наблюдали за поведением выделили много ситуации критических таких где собственно говоря происходит рост какой-то прибавка такого опыта важного нашего того собственно за которыми охотимся вот для того чтобы опять же структурировать это наблюдение и как-то вырастить его процентах каких-то количественных единицах мы и разработали эту табличку наблюдений чуть чуть попозже анна борисовна они расскажут вот а хотелось бы немножко сказать о тех результатах каких процентах собственно говоря которые были нами получены в результате профессиональной диагностики ну прежде всего интегральные характеристики какие значит если мы по всем скажем методикам собираем информацию и отвечаем на вопрос по социально коммуникативно благополучие детей то оказалось что результаты были разные скажем для контрольную группу и для группы экспериментальных в контрольных группах ситуация была изначально лучше вот так получилось потому что нам не приходилось особенно выбирать вот мы нашли организации которые согласились побывать контрольными группами и мы взяли их под контроль вот что у нас оказалось в экспериментальных группах вот из 115 детишек 91 ребенок имел проблему социально коммуникативно после программы таких детей осталось 50 то есть минус 45 процентов вот в то же время в контрольных группах тоже сократилось количество таких детей потому что все таки работа с ними все время ведется это понятно в этом возрасте шестилетний динамика естественно тоже есть но там это сокращение все это на 14 процентов то есть вот так 50 там 45 процентов и 14 процентов вот результативность как бы в целом по всем показателям если взять методику бусы да там где мы с помощью которой мы измеряем способные детей соблюдать правил то у нас таких детишек имеющих проблемы в этой области было 45 из 115 осталось всего 10 практически где-то в четыре раза количество таких детей уменьшилось в контрольных группах таких детей значение было немного то есть вот из там скажем 82 детишек всего 10 таких было ну их стало 4 но вот тоже сократилось конечно здесь статистически очень трудно сопоставлять контрольных все таки очень мало мало количество проблем детей вот если взять агрессию например да то 26 детишек из 115 имели уровень агрессии высокий в результате работы их остался один такой ребенок но практически дети с высокий уровень агрессии из экспериментальной группы исчезли то есть их просто видеть исчезли агрессии у этих детей вот что еще да и очень интересны получены данные по социометрии практически из 113 из 113 детей 33 ребенка обладали неблагополучным социоэтическим статусом то есть это были либо отверженные дети либо дети которые но вот их практически не замечают пренебрегаем вот из 33 количество их сократилось до 19 почти в два раза то же время как в контрольных группах количество их практически не изменилось даже прибавилось там бывает и стал один но это нужно отнести на погрешки изменить вот ну мне кажется что эти данные красноречиво говорят о результате и об эффективности методики вот точнее игровой практики почему еще я так с уверенностью говорю потому что количество времени потраченное на игровую практику она просто мизерно то есть в результате в чем каков объем занятий которые собственно говоря мы предложили деку реально это было по полчаса в неделю в среднем 8 занятий в которых каждый ребенок принял участие но кто-то 12 занятий принял но поскольку дети болеют то их там было где-то 6 где-то 3 метров в среднем 8 то есть за 8 занятий 4 часа чистого времени мы получили результаты которые говорят о том что радикально изменить соотношение детских внутриголов собственно что нам и требовалось вот что нам дает да как же так что за дачем что во что же мы там играем вот на втором этапе на втором этапе или станислав на можно показать презентацию владимира анатольевича ну можно там есть фотографии с детьми конечно это нет ни там есть слайд на котором написаны какие игры и быстренько это все вот вот этот слайд это игры да да это перечень игр и собственно сама идея программирование это игра разбиты по категориям самое так сказать активны физическом таком плане и тактильным и игры теме которые мы начинаем и завершаем программу потому что дети когда раздухарятся в общем то они начали беспокоить воспитатели потому что им надо немножко успокоиться войти в какой-то такой мы более менее такое эмоционально ровное состояние ну для этого мы завершаем тоже спокойными играми но сама идея программирования в этом состоит игр у нас там для дошкольников там больше 20 но в программе у нас было всего 7 игр вот идите с удовольствием эти семь игр игр играли каждый раз и здесь очень важен такой момент он он такой принципиальный скажем почему родителям трудно было понять вообще что происходит с детьми они заглядывали и говорили ну что такое опять козу играет да мы уже знаем эту козу чё нам это коза то есть отношение к игре у многих специалистов и родителей и иногда у детей с чем мы боремся познавательные но мы вот уже поиграли хватит значит давайте чуть новенькой а на самом деле играть чем и привлекательно тем что в нее можно играть сколько угодно вот салки прятки дети играю всю жизнь и они не надоедают им в принципе конечно в какую-то игру они не будут бесконечно играть как весь день и потом на следующий день такого просто труси представить но если у детей есть возможность играть по-настоящему быть игры они с удовольствием играют и мы это наблюдаем каждый год когда мы ведем этот курс вот она борисовна вы могли бы ну вообще сначала на пустике про игру по картинке покажите пожалуйста еще раз вот слайд с картинками не презентацию вот-вот-вот вот фактически это детские рисунки которые символизируют каждую из игр которые мы играем и такие напоминалки которые мы сделали уже на втором этапе проекта чтобы дети могли сами планировать программу игровую вот первый этап экспериментальный он нужен был для того чтобы показать эффективность игровой практики но мы не можем передать детям программу потому что они не программисты они не воспитатели даже студенты наши порой не могут вот не каждый студент я так сказал может вести эту программу целиком понятно что детям очень сложно мы в этом убедились когда ходили в гости в другие группы чтобы наши дети поиграли с другими детьми которые не знакомы с этой практикой вот поэтому мы сделали такие напоминалки и вот скажем чтобы содержательно как-то о программе сказать вот первый скажем там каравай у нас вот он тут изображен вот потом у нас коза в которую они играют с удовольствием подвижны все игры подвижны и большая часть из них с вокалом потом тетера вот она тут на этот самый виден ли курсор да вот она тетера но я думаю что вы угадаете вот тут коршун с денежкой там чуть-чуть пониже тетеры владимир анатольчик давайте мы переадресуем наших слушателей на методичку до которая у нас готовится новым площадкам мы ее даже до того как мы ее опубликуем можем предоставить в качестве материала до в котором с которым они включатся в наш эксперимент в продолжение да ну принципе можно и так фактически вот эти картинки мы только-только начали использовать одно занятие провели с детьми раздали им эти напоминалки и тут начался карантин к сожалению вот у нас нам пришлось приостановить наш второй этап экспериментальной работы вот значит что же важно да за счет чего что происходит в игре что мы можем наблюдать в игре зачем мы сделали таблицу наблюдения специальную вот как она помогает управлять вообще говоря самой ситуации ну она борисовна скажите несколько слов пожалуйста вот как разработчик на примере какой-нибудь игры вот скажем всем известно например всем общеизвестная единственная игра это каравай поэтому как правило и она сама ресурсная игра пожалуй из тех игр которые у нас есть программе ангелис да здравствуйте коллеги что тут происходит загрузки до была нами во первых я представлюсь я тоже работаю в институте изучения детской семьи воспитания российской академии образования занимаясь партнером уже очень много лет буквально там с 80-х годов были первые экспедиции мои и тема игры она очень давно тоже нас меня интересует и как практика и как теоретика и вот в результате нашего общей вот этой работы которая была именно здесь про проводилась и была связана с этой силой народной игры мы решили провести действительно такой концепт анализ игры и посмотреть и что же собственно говоря в игре работает на на ребенка да то есть что делает игра собственно говоря да потому что нам всем кажется но что там дети делают ну там балуются ходят кружочками там бегают друг от дружки собственно говоря ничего не происходит но когда мы посмотрели на игру всерьез то оказалось да что играет и есть та самая среда или то самое условие педагогическое которое создано и работает я бы сказала так автономно как почти как материалы марии мантесори да то есть вот дети в них по погружаются и что там такое с ними происходит вот ровно то же самое происходит с традиционной игрой она была проанализирована и были сделаны системы наблюдений причем вначале была выработана вкнут проанализирована форма да то есть сама форма игры чаще всего это круг а вот самая простая известная нам игра это круг в каравай да вот то что владимир анатольевич нам напомнил да все мы помним все когда-нибудь жизни один раз вставали в круг и говорили каравай каравай вот такой вышины вот такой не жены вот такой у жены и потом говорили и счастливые слова каравай каравай кого хочешь выбирать вот во первых точка вернее форма круга форма круга оказывается ну во первых это край и да это то что ограничивает ребенка то что позволяет нам быть равно удаленными и друг от друга и от центра то что ребенок находящийся в центре это как раз вот эта точка сосредоточения то есть точка в середине да как такой метафора сосредоточенности на на чем-то на данной ситуации на ком-то одном в игре ребенок который оказывается в центре он должен произнести свое имя все мы с вами прекрасно понимаем как нелегко бывает это имя произнести да то есть ребенка там происходят очень разные процессы причем они могут быть действительно разные при разных характерах детей дети застенчивые или дети наоборот которые рвутся и вот они вышли в центр и уже все собственно их желание закончено и дальше происходит вот это самоименование дальше каравай начинает двигаться и вот это движение она как бы ну тоже блокирует какую-то активность ребенка в каком смысле то что игра ему разрешает если тебе страшно выйди но вот как раз когда мы с воспитателями работали и я даже спрашивала те кто вышли за круг что вы видите не знаете как люди которые выброшены в тьму внешнюю да то есть они стоят и видят спины и весь мир повернулся к ним спиной собственно говоря в данной ситуации поэтому игра это действительно а такая граница которая очерчена в этой границе происходит что-то очень интересное это очень интересное она нами может быть зафиксировано что в игре работает в игре работает ритм ну например те теории работает ритм да в любой игре работает ритм пение как ребенок соблюдает пение или не соблюдает пение соблюдает ритм или не соблюдает ритм держит форму круга или не держит форму круга вот у меня даже опять же когда работаю со взрослыми и с детьми это видно мы все входим вступая в начале встаем в этот хоровод какой-то таинственной формы такой зигзагообразной а если группа сыгралась то он будет совершенно идеально ровный с идеальными интервалами между людьми то есть на самом деле форма отстраивает и людей тоже да то есть но это тоже наблюдаю принятие роли в игре вот принять роль воды или вот этого человека стоящего в центре или ролевые игры там тоже есть маленькие роли ну типа как тетеры которые ведущие или коршуны и так далее но кроме вот таких формальных признаков мы еще смотрели какие происходят именно взаимодействия в игре насколько дети взаимодействуют насколько они взаимодействуют друг с другом вот отверженные до идея была такая очень мне было интересно наблюдать особенно записи уже потом анализировать наших игр а вот он отверженный ребенок да его видно что он отвержен потому что дети активные попадают начале ведущих быстренько выбирают потом в качестве бонуса себе своих друзей и там идет вот это как бы такая активная игра между лидерами а те которые не лидеры вот они ждут и здесь вот это как раз очень важный момент с которым надо еще будет работать потому что чаще всего взрослые останавливают игру и переводят и игру в следующем до детей вот этих вот слабых мы как раз еще и не добрались только-только они собрались бы подойти и выбрать именно этого ребенка да то есть вот эти вопросы они тоже нашего регулирования этой игры то что владимир анатольевич говорит детям не дается возможность наиграться действительно так чтобы вот досы то он наигрался этой игрой да так чтобы они могли прожить ее все от начала до конца и так взаимодействие инициативность в игре кто дети которые инициативу проявляют чем инициатива может как плюсом так и с минусом разрушающие игру или ее созидающие да есть мы наблюдали такие такое поведение детей кто из детей чувствует себя ответственным за то чтобы игра состоялась несмотря на то что дети с активным разрушающим компонентом и и разносят немножечко до играют в свою игру есть таки есть такие оказалось да то есть мы все это увидели в нашем структурированном наблюдении отношение к правилам на это такой как бы казак кажется очень очевидное тоже не очень очевидная кто как к этим правилам относится кто их разрушает и каков посыл этого разрушения и так далее и наконец отношение к выбору в каждой игре есть выбор и этот выбор он идет либо как бонус до такой я вот потерпел я постоял в этом круге я пережил все эти схождения расхождение все свои эмоции все что люди ко мне сбегались и пытались до меня дотронуться но не дотрагивались круг двигался круг вообще расходился сходился я был в центре всего этого вот я все это пережил и теперь как человек сделавший шаг вверх да то есть переживший и укрепившийся в самом себе теперь могу в качестве бонуса выбрать ни разу ни один ребенок не выбрал того кто ему не нравится правильно человек идет несмотря на все свои переживания которые только чтобы или он идет и передает эту эстафету другому но есть еще момент принятия а принимаю ли я твой выбор да вот это мы все тоже смотрели фиксировали и игры с выборами практически большинство народных игр с выборами и здесь конечно огромный спектр всего зачем мы можем смотреть да мы смотрим за личным поведением за поведением в игре и за отношениями между детьми и это конечно дало тоже очень мощный интересный материал причем этот материал надо еще до анализировать с моей точки зрения потому что вот все социометрические сложные процессы они вернее этой социальные сложные процессы которые происходят в игре которые потом отражены в социометрии они как раз и ловится в этой таблице и с ними надо будет еще конкретно работать потом стало очевидно что вот этих 30 минут конечно же не хватает и мы значит качестве добровольцев людей таких доброй воли бросились обучать наших воспитателей они тоже прошли этот цикл обучения и много было очень интересного тоже в этом процессе потому что взрослому нужно понять я нужно понять что там в этой вот то что я вам рассказываю все что человек претерпел что человек почувствовал почувствовал ли он тревогу или почувствовал ли он радость или почувствовала ли он свою отверженность что происходит когда его отрывают от цепочки другая форма это цепочка, линия, она более активная. Вот это все приходится объяснять педагогам, потом они счастливые идут к своим детям и учат их добру, то есть начинают учить их игре, вернее, сами начинают активно включаться. И это тоже целый этап, потому что в определенном смысле деликатности вхождения в игру нам тоже надо педагогов учить. И, конечно, на собственном опыте они тоже это понимают. Да, Рима Вячеславовна? Ну вот вопрос о том, как вовлекать учителей и воспитателей в этот процесс, это один из вопросов, который имеет отношение к оценке эффективности методов профилактики, которые мы предлагаем. То есть вот в эту, скажем так, в эту фактуру успешности и эффективности, которые мы оцениваем, входит еще и то, как эти методики, кем они реализуются, насколько те, к кому мы потом передаем этот метод, эту методику, методичку, насколько они вошли в ценности этого метода, насколько они их освоили. То есть это та переменная, которую достаточно сложно учесть, но поскольку наш сегодняшний семинар посвящен именно проблемам оценки эффективности профилактических практик, мы не можем вот это обойти стороной. И в рамках нашей сегодняшней дискуссии, я думаю, что у нас еще есть выступления от площадок, достаточно много. Ну, они, мы же проводили тоже и анкетирование, и поэтому там тоже есть ответы и от самих педагогов, которые, во-первых, они действительно то же самое, что вот вы говорите. Это эмпирически наблюдаемый результат. То есть люди видят, как меняется группа, с которой они работают. Это очевидно. И поэтому, естественно, им хочется, чтобы это было применяемо. Потом и такие практические вещи, как прогулки, как возможность детей занять, этот, конечно, тоже работает. Практически все воспитатели были очень довольны и даже готовы были продолжить, если бы не наш знаменитый карантин, который не дал этой возможности нам ее доработать буквально. Ну, вот можно еще вклинись с тем, что обе методики, умелый класс, да, и силы народной игры, они обе вплетаются во всю жизнь, да, то есть нельзя сказать, что это только внеклассная там, да, или какая дополнительная работа, или это только общение, или это только что-то. Это такая, скажем так, интегрирующаяся во всю жизнь, да, детей, идеология, культура, может быть... Взаимоотношения культуре. Взаимоотношения, да. Да, да, и в этом смысле, конечно, это очень важно. У нас... Как ни странно, паритетных отношений, да, вот, именно это сложно воспитателю, именно это сложно педагогу войти в паритетные отношения, а детям их принять. Еще один игрок на этом поле, да, про которого... Я просто поторапливаю, потому что у нас осталось... А я все, я готова сдать свои права. Кстати, а мы сейчас как раз обсуждаем вопрос, который мы не можем обойти, да, вниманием, это роль родителей, потому что родители, которые... Можно. В принципе, должны быть, да, носителями, и они являются носителями культурных образцов неких, да, и они там вовлекаются или не вовлекаются. Вот это очень большая проблема. Блево слово. Сейчас, Владимир Анатольевич, это я к тому, что сейчас у нас должна вступить наш оппонент Светлана Коцебой, который на этом, да, сфокусирует свое внимание. Хорошо, у нас есть опыт региональной площадки, я здесь в чате написала, да, и как раз анализ роли учителя в программах профилактики. Ну, то есть, вот, буквально по там... Я еще хотела просто сказать, что в целом, вот, например, в нашем институте идут курсы, такие по вот такой игре, в которой мы учим федагогов буквально. Не по этой только программе. Программа, конечно, шире, но вот, в принципе, в целом это доступно для воспитателей. Да, и был вопрос, как попасть к нам в эту программу в качестве площадки, как научиться, как получить методику, да, мы все на связи, мы готовы с вами, да, вступать в отношения и обмениваться, да, опытом, включать вас в нашу экспериментальную работу. Владимир Анатольевич, у вас реплика была, да? Да, у меня была реплика такая. Значит, родители, ну, во-первых, про родители, два слова буквально. Это дети девяностых. То есть, они, вообще-то говоря, в тяжелое детство, и они не знают порой, что делать со своими детьми, и когда мы им предлагаем поиграть с детьми, они как-то, знаете, очень боязливо к этому относятся, и всегда поддерживают, говорят, давайте, 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 играйте, это здорово так, ребенок приходит домой, поет, маму там тащит в хороот и так далее. Это им нравится. Но сами достаточно пассивно к этому относятся. Это про родителей и про воспитателей. У нас была идея практику детскую продвигать через воспитателей, но это оказалось очень сложным. Потому что, вот как Анна Борисовна сказала, воспитатель, когда входит в детскую группу, у него что-то происходит с ним, вот, он моментально становится руководителем процесса берет на себя всю ответственность, и игра пропадает. То есть воспитатель не может шалить вместе с детьми в одной группе. Ну, не может, просто вот, это какая-то стигматизация, произошедшая с ним, не дает им такой возможности. Вот. Ну, за редким исключением. Вот. И поэтому мы выбираем стратегию немножко другую от детей к детям. Собственно, наши старшие дети, то есть наши студенты, обучаемые нами, они как бы вносят в дошкольные учреждения эту практику, а дальше воспитатели мотивированные, помогают детям, создавая необходимые условия. То есть время и место для игры, что крайне важно. Порой именно из-за отсутствия места и времени игры и нет. Вот это последнее, пожалуй, такой штрих обязательно, на который... С умелым классом отсутствие времени тоже проблема. Светлана Владимировна представляет нашу большую площадку школу 15-34, в которой, в общем-то, реализуется интересная такая модификация умелого класса и в дошкольном отделении, и в начальной школе. Сейчас они предполагают присовокупить еще и игропрактику фольклорную, и плюс еще в них реализуется восстановительный подход. То есть я очень большие надежды возлагаю именно на эту площадку, потому что у них действительно все сошлось в одном образовательном учреждении. Все, на наш взгляд, практики с доказанной эффективностью. Но мы это еще докажем и официально. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите мне оппонировать к выступлениям предыдущих докладчиков. И хочется сказать, что по большей части мы, конечно, принимаем участие в проекте «Умелый класс». Познакомившись с игропрактикой, у нас сейчас присутствуют администраторы, мы принимаем решение о дальнейшем участии. И в течение двух лет, занимаясь проектом «Умелый класс», подключаясь к проекту «Умелый класс», хочется сказать, вот как Римма Вячеславовна сказала, очаровались вначале, почему приняли решение участвовать. Конечно, мы очаровались личным присутствием Бена Формана, но нами задача была определена от школы, задача была мотивирована и продумана очень четко, так как мы в школе на практике сталкиваемся с ребятами, с детьми, подростками, обучающимися, которые имеют разные уровни потребностей, и надо сказать, не только образовательных, но и поведенческих, и имеют трудности в социальной адаптации. И у педагогов встает совершенно нормальный вопрос, что педагогу на рабочем месте делать, как предпринять, какую задачу выполнять, формировать знания, умения и навыки или формировать социально-гармоничную личность. И надо сказать, что именно в этой цели мы тесно можем, находим точку соприкосновения с родителями. Ведь родители, как было сказано выше, порой тоже видят трудности своих детей и не знают, не умеют и не имеют вариантов изменения поведения своего ребёнка. И вот надо сказать, здесь мы можем из этой цели простраивать как раз-таки, знаете, гармоничную работу школы и родителей по формированию как раз-таки социальных навыков. И именно из этой позиции и строится наша работа в нашей школе. И когда работа начиналась, надо сказать большое спасибо за поддержку университета, за поддержку Юлии Тишковой, которая выходила на помощь специалистам, психологам школы, учителям школы на родительские собрания. Конечно, я воочию наблюдала за этой работой, присутствовала в качестве такой некоторой административной поддержки. И было приятно наблюдать, когда озвучиваются родителям цели, задачи проекта, когда родители видят реальный, скажем так, наглядный материал, пособий по даже шести основным навыкам Бена Фурмана. Это в этом плюс методики, что есть наглядность. Родители, вы понимаете, почему я об этом говорю? Потому что без согласия родителей мы не можем начинать работу с ребятами. И вот если грамотно родителям представлена задача проекта, вы знаете, у нас стопроцентное согласие получено от родителей в классах, которые представлены для участия в проекте. И здесь я всегда вот говорю, что если правильно поставлены задачи, родители откликаются. Это плюс. Сложность при взаимодействии с родителями, конечно, тоже есть. Какая? Да, родители, хотят, чтобы их дети были замечательными. Но стать союзниками, соратниками процесса формирования социальных навыков, ну, можно списаться на время, на недостаток времени у родителей, можно на пассивность говорить. Но здесь опять мы с вами, как педагоги, как участники образовательного процесса, наша задача, скорее всего, это искать методы, как выйти на взаимодействие с родителями. И вот о чём Римма Вячеславовна говорила, да, в школе также специалисты психолого-педагогической службы обучены методу восстановительного подхода. И через этот метод педагоги, специалисты вместе с педагогами формируют круги общения с родителями. И на этих кругах общения родители не только получают возможность ещё раз услышать, как работа с детьми строится, но и есть важный, третий, ключевой вопрос. Уважаемые родители, что вы готовы делать, каждый из вас, что каждый из вас лично готов делать, чтобы сформировать социальные навыки в поведении ребёнка, желательные для вас. Вот у нас есть вот такие навыки. Вы готовы нас поддерживать? Как вы готовы нас поддерживать? И когда в кругу каждый родитель перед лицом учителя, а учитель в начальной школе это звучит гордо, проговаривает о значимости развития социальных навыков, но это даёт надежду, что он будет больше принимать участие в этом. Сказать, что мы получаем стопроцентный отклик от родителей, когда направляем им опросники, анкеты, нет, об этом мы сказать не можем. Но во всяком случае, когда возникают, в процессе обучения возникают не только, знаете, такие яркие праздничные моменты, но и сложные ситуации, если была проведена вот такая предварительная работа, с родителями всегда удобнее выходить на контакты и формировать конструктивные решения по выходу из контактов. Родитель больше слышит, больше понимает, и он видит, что школа конкретно предлагала действия, но вот не получилось, если в какой-то конфликтной допустим ситуации, но родители знают, что действия были предложены. И на мой взгляд, главная задача все-таки школе как такой площадке не теоретической, а практической предлагать родителям возможности сотрудничества. и вот эти две программы, они являются как раз-таки знаете, такой возможностью конструктивного взаимодействия, где четко прописаны методы, схемы и структуры взаимодействия. Я тогда можно договорю Владимира Анатольевича? Вот, что хочется, поэтому при, повторюсь, взаимодействии с родителями, конечно, эти методы умелый класс и вот игротерапия, хотя, повторюсь, мы не участвовали, да, мне кажется, дают практическую возможность педагогу показать себя в деятельности, но также проговорю, трудности, да, они у нас существуют, но мы используем вот реальные методы, это метод восстановительного подхода и участие в площадке умелый класс с навыками, перечисленными Бена Формана. Также хочется отметить, если можно, да, коротко я, позитивные моменты от участия в проекте. Педагоги, безусловно, здесь важно тоже отдавать не только профессиональным качествам педагога, но и личности педагога. Если педагог заинтересован, он применяет методы, которые есть в его арсенале, и он готов учиться новому, и готов ли педагог передавать полученные навыки. От педагогов, конечно, много зависит, но опять-таки хочется сказать большое спасибо специалистам школы, которые присоединяются и не оставляют педагога один на один с новой методикой. То есть есть такая поддержка специалистов при выходе к ребятам. И в случае заинтересованности педагога, у педагога появляется замечательный метод помочь ребенку проблему перевести в навык. Это слова Бена Формана. Они мне очень нравятся. также когда педагог видит обратную отдачу, результат от своей работы, как раз-таки это замечательный эффект профвыгорания педагога, за что тоже мы этот метод ставим ему плюс. Также хочется сказать большое спасибо за поддержку администрации школы, потому что без коллектива внутри школы конечно трудно этот метод продвигать. И вот письмо поддержки и мотивационное письмо конечно же идет в институт с помощью поддержки директора школы Ольги Семеновны. большую роль в продвижении метода внутри коллектива оказывает зауч по учебно-воспитательной работе Брыгина Юлия Николаевна. И вы знаете, вот когда есть результаты, хотя у нас полтора года можно сказать мы работаем, но о нашей работе слышит уже заместитель директора по содержанию образования это средние ступени и предлагают использовать эти навыки дальше. То есть вот знаете это про уже восстановительную среду в коллективе про тот инструмент который позволяет с одной стороны иметь четкие методические материалы важно только вот не всегда коллеги из института говорят им четко следовать вот тут буду честна не всегда получается четко следовать методике каждый педагог творец при при пытается что-то присоединить и мы в том числе да как психологи но вот четко следование метод дает заражение в среде педагогической и вот единый такой знаете творческий и вот это не только это про творчество а когда еще и виден результат к сожалению да надо сказать что он эмпирического характера в процессе наблюдения и в процессе получения обратной связи я выходила на классы где эти методы осваивались родители говорят слова благодарности даже если там происходит конфликт и знаете вот в одном классе были такие слова вот вы когда начали когда дети писали письмо директору вы видели что как 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 там все они дружили все замечательно а почему сейчас это прошло да это про то что от учителя зависит не только взять метод но и поддерживать его дальнейшее ну вот проращивать в каждом ребенке навыки социальных вот навыков умений да ну вот поддерживать и не могу слова найти да вот смотрите посыпали опять да да сымитирует а играет она еще и правила задает да она еще определенные эталоны да в умелом классе неприлично говорить у тебя не получается там модно говорить а вот у тебя здорово и на тебе макаронину в банку да у ребенка этих макаронин да положенных одноклассниками набирается под самую крышку вот тут и праздник ура ну учись этому да и главное соблюдать алгоритм а творчество он замечательный родители к сожалению не все это видят да и родители сложно вовлекать в этот процесс у нас даже была при входной анкете да был такой такая разбивка по градациям родитель дает свое согласие но какое оно качество это согласие от спасибо что я разрешил вам это делать в нашем классе до там через некоторые градации до максимального готов участвовать да и включаться там и так далее и вот родители в одном из классов торт сделали умелый класс где по периметру таблички с именами детей навык которым они овладели символ этого навыка это же удивительно у нас даже задумка была такая сравнить результаты в школах и она осуществится потому что результаты есть мы сейчас их всячески сейчас мы работаем сравнить школы где есть поддержка администрации и поддержки какие там и там результаты в экспериментальных классах где в классах в которых родители вот таким образом активно включены где много родителей включены и где родители безучастны детские результаты посмотреть у детей у которых родитель как раз пришел с этим тортом в школу, и ребенок, у которого родитель даже не знает, когда-то он там что-то написал, согласен, а при этом не знает, что там происходит. Это действительно переменная, которая дает свой вклад в эффективность программы. Метод мерен, да, а качество не осталось. Но тут еще мне хочется добавить, что вот у педагогов хорошо бы формировать навык умение презентовать свои трудовые достижения. Потому что педагоги проводят замечательную большую работу, да, и рассказать, выслать видео, какое-то фото родителям, чтобы родитель, опираясь на фото, спросил у ребенка, а что такое было интересного у тебя в школе, да, в детском саду. Но вот в детском саду у нас действительно в этом году стартовали замечательно, благодарны очень площадкам. И вы знаете, вот там более тесная связь получилась родители, дети, педагоги. Как-то вот они ближе оказались, и на таком эмоциональном подъеме проходит эта работа, и педагоги говорят, мы понимаем, что можно по-другому вот общаться. И вот это, наверное, тоже очень важное достижение формировать, но я вот здесь в данном случае не побоюсь, да, новый формат общения, вот восстановительный такой. культуру, да? Да. Спасибо. Спасибо вам. У нас сейчас площадка из Саратовской области, ГУПа Тенгельс. Это как раз удивительный такой феномен. Владимир Анатольевич, у вас еще была реплика по поводу выступления Светланы Владимировны, только коротко. А микрофон надо включить. У вас микрофон выключен, пожалуйста. Да, родители и воспитатели, и даже заучи, старшие воспитатели, они создают вот эту атмосферу, в которой, собственно, игра и по Бену Фурману, и по фольклору, она, собственно, может расцветать. Потому что, скажем, если мы кого-то приглашаем, то есть как мы устанавливаем контакт с какой-то школой или садом? Мы приглашаем их на наш мастер-класс, на Кучиновские чтения, например, которые у нас в ноябре будут, в этом году. Пожалуйста, мы с вами сыграем, рассказываем, все покажем. Потом мы приходим в эту школу, проводим такой же мастер-класс с завучами, с воспитателями, с педагогами. Потом приходим в детскую группу, собираем родителей, с ними играем детскую программу, чтобы они вспомнили и почувствовали, что, собственно, предлагают их детям. То есть мы идем просто на практическом уровне. Потому что в научные журналы мы пишем одно, как бы, с одной высоты, абстракции, да, а с родителями нужно показывать, что происходит с ними, с детьми. И когда они это видят, они просто, просто в восторге. от совместного. Ну, вот игру-то можно показать и родителей вовлечь. Умелый класс – это немножко другой формат. Да, немножко другой формат. И с одной стороны получается, что умелый класс легче передать как технологию, а в фольклоре надо вокал, культуру, умение, сценарные вещи. То есть это синтетический жанр, который, ну, а вот овладеть на таком же уровне и передавать дальше – это сложность. Вот здесь вопрос об обучении. Но я сейчас, чтобы не отвлекаться на другую тему, хочу передать слово Бригадиренко Наталье Владимировне, которая представляет Энгельскую площадку, город Энгельс, музыкально-эстетический лицей. Там как раз удивительный феномен сложился, когда школа фактически стала таким источником, как это сказать, источником распространения идеи и ценностей методики настолько, что сначала они захватили школу, а теперь весь город. И вот Наталья Владимировна скажет немножко. У нас осталось сейчас секунд, у нас осталось 12 минут до окончания как бы отведенного времени. Мы стараемся уложиться. Елена Владимировна, у нас есть возможность чуть-чуть выйти за пределы этого времени, задержаться. Да, у нас, конечно, есть возможность, если аудитория не против, но еще надо нам, наверное, время на вопросы оставить, если они будут. Значит, у нас два коротких выступления, да, вот сейчас Энгельская школа и площадка МЭЛ, и Юлия Тишкова роль учителя в программах профилактики. Значит, вам тогда по 7 минут. Мы постараемся быстро уложиться. Меня слышно, все хорошо? Да, Наталья Владимировна, психолог, музыкальный, статистический акций. Да, я и педагоги, которые сегодня участвуют в работе семинара, вот мы хотим представить действительно наш опыт, не такой феноменальный, как сказала Рима Вячеславовна, но тем не менее. На самом деле, мы очень рады быть частью профессионального сообщества, которое ищет и самое главное находит инструменты, которые помогают детям, ну, собственно, не только детям, но и взрослым. При этом, как Бен Курман говорит, мы становимся немного счастливее. Вот эти постулаты как бы легли в основу того, что мы заложили в нашем старте. Наш опыт небольшой, два года, но мы стартовали все вместе, поэтому мы вот сейчас на такой стадии, когда появляется уже желание что-то обобщить, какие-то результаты проанализировать и расширить сферу применения метода. Ну вот, для того, чтобы было понятно, что мы собой представляем и почему мы такие акценты делаем, я буквально один слайдик, что такое есть МЭЛ. И прошу следующий слайд. Ну, во-первых, музыкально-эстетический лицей, даже само название говорит о том, что музыка лежит в основе образовательного процесса. Не просто как дополнительное образование, а это интеграция, которая прошита вся наша жизнь и музыкой, и науками. То есть получается, что осваивая научную картину мира, мы ее осваиваем через музыкально-художественную картину мира. То есть вот такой вот интересный подход, который мы осуществляем уже почти скоро будет 30 лет. Так вот, есть определенные особенности, которые накладывают отпечаток на те результаты и на те подходы, которые мы осуществляем. Во-первых, конкурсный отбор детей. Это дети, которые обладают музыкальными способностями. Далее, то, что у детей большое концертное движение и конкурсные какие-то мероприятия, это говорит о том, что у детей достаточно большая интеллектуальная и эмоциональная нагрузка. При этом наша статистика говорит о том, что много детей домашних, а значит, дети не ходили в детский сад, и поэтому у них недостаточно опыта взаимодействия вообще с кем-либо в коллективе. Поэтому здесь и семейные ситуации, которые складываются, и с которыми мы встречаемся, они тоже говорят о том, с чем приходится иметь дело. Ну, во-первых, родители стремятся интеллектуально в большей степени развить, а вот простые житейские навыки дать, но считают, что это не самое главное. Родители в большей части свои тревожные, есть родители незрелые, есть амбициозные, которые тоже накладывают на, дают нам определенную рамку, и либо мы ее раздвигаем, либо соглашаемся и принимаем. Поэтому это тоже условия, в которых мы работаем. Ну, и поле психологических проблем достаточно большое, потому что есть и страхи, есть и трудности с концентрацией внимания, есть гиперактивные дети, есть дети с неврозоподобным поведением, здесь есть эмоциональная стабильность. Одаренные дети это тоже не норма, поэтому кризис одаренности тоже завсегда как бы привлекает внимание педагогов и специалистов. У детей как раз минимизирована двигательная активность и умение преодолевать трудности, их никто этому не учил. И поэтому когда появилась возможность вот это все одним аккордом разрешить, естественно, мы применили, использовали этот шанс, эту возможность реализовать программу «Умелый класс» у нас в лицее. Следующий слайд, пожалуйста. И поэтому перед педагогами в левом нижнем углу вы видите те задачи, минимум из которых мы перед собой поставили. В первый год апробации у нас был один экспериментальный класс и один контрольный класс. На второй год три класса, сейчас семь классов и два человека, кто вот сейчас просто ввиду некоторых условий принимает решение, будет ли он с нами или нет. То есть получается вся начальная школа у нас на таком потоке. Все про это знают, все интересуются, всем любопытно, что же там происходит в умелом классе. И поэтому мы попытались проанализировать, обобщить все то, что у нас происходит. Появилась вот такая пирамидка. Видимо, настроение было новогоднее, поэтому эта пирамидка стала похожа на елочку, но воспринимайте так, как вам удобно. Так вот, в основании этой пирамидки, конечно, лежит подготовительный этап. То есть вот эти слои, вот эти как бы уровни этой пирамидки, это этапы. Этапы реализации технологии, метода, по-разному можно называть, но мы склонны называть это технологией, потому что это действительно универсальный такой тиражируемый алгоритм, который в любой школе реализуется и даст тот эффект, который мы хотим. Поэтому подготовительный этап, это, конечно, всем эти этапы известны, я просто некие эффекты, что ли, расскажу, которые мы заметили. Так вот, на первом этапе самое главное – это перевернуть сознание. Это вот как мы пообщались с Беном Фурманом и совершенно по-другому стали воспринимать детей, взаимоотношения с детьми и так далее. Поэтому вот здесь нам приходилось раскачивать предколлектив для того, чтобы сделать коллектив единомышленников. И это очень важно, потому что дальше работать с таким коллективом гораздо легче. Здесь мы ставим цели, мы здесь ищем разные способы мотивации и пытаемся прогнозировать способы взаимодействия с детьми в каждом классе у каждого педагога свои способы. И это мы развиваем, приветствуем всячески. Второй слой – это этап освоения коллективного общего навыка. И, опять же, это вам знакомо, и мы видим, что здесь разделенные на сектора. Это те шаги, которые по методу Фурмана детские навыки мы используем, и получается, что это так, как коворонка, движение по этим секторам происходит. И, опять же, эффекты, которые мы заметили на этом этапе, это то, что как раз по-настоящему неформально начинает развиваться коллектив, начинает развиваться самоуправление. Мы видим уже проявление лидерских качеств, и не просто номинально, связанное с диагностикой, например, а вживую ребенок может попробовать себя в качестве лидера, и это у него получается. Появляются какие-то традиции. Этими традициями дети хотят уже поделиться друг с другом, с другими классами, с учителем, с родителями и так далее. И с точки зрения педагога идет закрепление, такая фильтрация тех технологий, тех методов, которые прижились. То есть идут пробы различные, что идет, что не идет, и отсеивается. На следующем уровне, следующий слой, это этап освоения индивидуальных навыков, и здесь эффект главный в том, что мы переходим на личность, на ребенка, и работа индивидуальная идет. И здесь правильно разделить на группы, правильно найти ключик для ребенка, чтобы он включился в процесс освоения навыка. Акцент идет на самовоспитание, на самоуправление. Ты становишься лучше, говорим мы. А в целом здесь возникает чувство доверия, что мы отмечаем, душевного подъема, потому что мы все над чем-то работаем, и в результате получается как здорово. Поэтому вот этот этап очень-очень важный. При этом в разных школах это происходит по-разному, но у нас наряду с индивидуальным навыком мы отрабатывали еще коллективный, следующий или предыдущий, или это опять же в разных классах по-разному. Поэтому вот этот момент для нас был таким творческим открытием, что ли. Дальше еще следующий слой, и мы его назвали этап сопровождения выбранных навыков. Я прошу обратить внимание, что по-прежнему сектора, по-прежнему этот кружок, по-прежнему педагог вот эту процедуру использует, но эти слои становятся по диаметру все меньше и меньше. Мы это связываем с тем, что энергозатраты учителя уменьшаются, потому что закрутив этот маховик, дальше функции контроля, функции сопровождения, может быть, даже организации передается коллективу. Для нас это очень-очень ценно. И дальше будет уменьшаться, коллектив постепенно к начальной школе уже переходит в самоуправление по-настоящему, а не на бумаге. Уже выявляются дети, которые берут на себя ответственность и возможность для того, чтобы рулить этим процессом. Это здорово. То есть мы их готовим для того, чтобы в дальнейшем это пригодилось, они использовали в жизни, дома, где угодно. И вот таких кругов, может быть, бесконечно много, но на выходе мы видим, что вот эта ёлочка заканчивается звездой, пирамидка как бы взрывается, как вулканчик, и ребёнок идёт в мир, причём он готовым идёт в мир. Он успешно не просто узнаёт, он осваивает этот мир. Прошу опять же обратить внимание, в этой модели ещё две скрепы красными линиями обозначены. Без них вот эта структура, она будет неустойчивой. Так вот, укрепляют эти слои. Вот первая скрепа это поиск и возможность, может быть, даже или создание условий для фиксации и презентации навыка. Без этого все наши усилия, они пропадают. И у нас такие были моменты, когда нам нужно было усиливать именно этот момент. И второй, вторая скрепа, это позитивные установки на взаимодействие. Когда ты видишь в другом хорошее, в себе нашёл хорошее, в другом хорошее, как здорово, да, что у нас есть хорошее. И плохое, оно остаётся либо за кадром, либо прорабатывается благодаря тому, что предлагает учитель. И предлагает та система, тот алгоритм, в котором дети кружатся. Вот это то, как мы увидели умелый класс. И так как мы могли бы и хотели бы встроить его в воспитательный процесс вообще лицея. И на следующем слайде мы можем увидеть, как мы это сделали. А сделали мы это просто. Вот эту ёлочку мы поместили в слайдик. Следующий, если можно. мы поместили эту ёлочку в домик. И понятно, что у дома есть основания. Ну, давайте представим этот дом. А в основании есть идея, есть Бен Фурман, есть университет, который дал толчок мощный. В каждом регионе есть методические центры, есть психолого-педагогические центры, есть опорные площадки и так далее. То есть это может лечь в основу того, что участники вот этой программы могут подчеркнуть какую-то информацию, чей-то опыт, знания подчеркнуть и так далее. Дальше мы видим управление вот этого воспитательного процесса. И здесь мы говорим об администрации, вовлечении педагогов, вовлечении родителей, семья, школа. Это две стены, которые даже не стены, а опять же в фундаменте это заложено, без которых весь смысл теряется. Поэтому это должно быть крепким, сильным, проработанным и единым для того, чтобы дальше можно было наслаивать все остальное. А во всем остальном есть структура организационная. И здесь мы понимаем, что умелый класс опять же в нашем исполнении он вшивается и встраивается во что угодно, в урочную, в неурочную деятельность. В группу продленного дня мы зажгли педагога, который там работает. И я не сказала, что еще одна особенность нашего лицея, то, что часто дети оказываются в разновозрастных коллективах. Это тоже накладывает свой отпечаток. И вот группа продленного дня один из таких факторов, одно из таких мест, где дети объединяются разного возраста. Поэтому научиться взаимодействовать это тоже очень-очень важно. Поэтому захватывает всю структуру. И дальше мы основными моментами видим, отношение к себе меняется и отношение к другим меняется. Иногда этого даже достаточно для того, чтобы профилактировать те трудности, о которых мы говорим. Они возрастные трудности, трудности личностного характера и так далее. Вот эти изменения ведут, влекут дальше изменения во всем. Ну вот если вспомнить и посмотреть на елочку еще, то вот этот маховик, который раскручивается, то дальше управление и контроль со стороны учителя уменьшается, а появляются синергийные какие-то моменты, которые позволяют захватывать все больше и больше и в этом водовороте таким методическо-организационном захватывается такое заражение происходит все больше и больше людей, все больше и больше учеников, все больше и больше родителей и так далее. Поэтому вот мы видим это так. И попытались, и у нас удается, первые шаги встраивания вот этой технологии, она идет полным ходом. Что это дает, вы в левом уголке видите, это и усилие всех участников объединяет, это укрепляет и делает разнообразным воспитательный процесс, это расширяет диапазон практик, которые есть у педагога, это экономит время, экономит силы взрослых и детей, и появляются новые традиции, которые делают нашу систему выстроенную такой жизнеспособной и достаточно устойчивой. На следующем кадре, это последний кадр, наши результаты очень кратенько. во-первых, в итоге понятно, что в руках оказался инструмент действенный, который помогает решать и профилактировать проблемы детей, но вот кроме того, что происходит в коллективах, нам очень важно было то, что удалось создать команду единомышленников, то есть теперь не нужно уговаривать никого, все на ура берут все предложения, которые идут от организаторов. Мы побороли желание тотально контролировать все и вся. Было такое желание, мы пытались завести дневнички, мы пытались фиксировать какие-то нюансы, но педагогам удалось, те, которые работают два года, уж точно удалось, вот Елена Владимировна может быть два слова об этом скажет, нам удалось фиксировать каждый этап, и это позволяет мотивировать последователей, это позволяет презентовать то другим, что получалось у более опытных учеников и администрации тоже, нам удалось справиться с большим количеством диагностик, и некоторые из них, несмотря на то, что аналоги мы использовали, они закрепились. Удалось для каждого коллектива теперь создать свои списки, то есть в каждом коллективе в зависимости от того, что говорят родители и дети, формируются свои списки. Появилась проблема с карточками теперь, но я думаю, что эту проблему мы решим. удалось включить те самые синергийные процессы самоорганизации, самоуправления, это тоже видно, и педагоги уже об этом говорят не просто шепотом, а уже всеуслышанно. Нам удалось не остановиться во время пандемии, и мы продолжаем реализацию программы в каникулярное время, в период карантина, и Елена Владимировна Волошова готова с коллегами об этом тоже сказать. И последний эффект нашего участия в программе нам удалось активировать не только педагогов лицея всю началку, но и педагогов из других школ, поэтому мы организовали такую методическую площадку, в которой объединились для реализации программы другие учителя. Это 22 учителя, то есть 22 школы с разными подходами, с разными условиями. Они готовы принимать тот опыт, который есть у нас. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжаем, и на последнем слайде вот об этом как раз говорится. Да, продолжай. Да, и в конце я знаю, будет еще фестиваль умелых глазов, да? от вас происходит и не там во время домика, там, где был домик, вы увидели трубу. Вот эта труба, которая генит и коптит, это как раз наши попытки перенести на пятый и шестой класс, потому что, ну, хотелось это, дети интересуются, а вот расшевелить педагогов сложно. Классные руководители, они немножко в другом режиме работают по сравнению с учителями начальных классов. И поэтому мы оставили это на проработку такую самоуправленческую проработку детей, назначили лидеров, проработали и в конце каждой четверти проводили фестиваль. Да, такой опыт есть и мы будем это продолжать. Я думаю, что вот этот эффект синергийный такого заражения он даст результаты обязательно. Спасибо, Наталья. Один очень интересный еще, да? По поводу дистанционного, если вам интересно, коллеги готовы сказать. Да, это очень актуально сейчас, и мы как раз, у нас стоит одна из задач нового периода, нового этапа, это разработка как раз вот такой дистанционной формы, чтобы не прерывался процесс. Елена Владимировна, пожалуйста. Можно, да? Да. Но мы с вами уже понимаем, что умелый класс, как сейчас уже вы только что сказали, что это системная работа ребенка над навыками, которая не должна ни в коем случае прерываться даже вот в такой необычной ситуации, в которой оказались мы все. Но я считаю, что нет хода без добра. Да, в такой ситуации серьезной, как сейчас, мы оказались впервые, но в связи с погодными условиями дети уходят на карантин, по болезни и во время каникул ребенок не посещает школу. Поэтому у меня и у моих коллег уже давно возник вопрос, ну как же быть, как продолжить детям работу над навыками, не выпадая из этого процесса. и вот теперь я точно знаю, я точно знаю, что работу это можно продолжать в дистанционном режиме. В помощь моей коллегам приходит система Viber и платформа видеоконференции Zoom. Она нам удобна. В Viber создаю детскую группу «Умелый класс», собираю на собрании в виде конференции детей и родителей и объясняю, как будет выглядеть наша работа во время непосредственно летних каникул. Затем, не нарушая системы, детям высылаю в группу анкеты с индивидуальными навыками. Работа с анкетой детям уже знакома, они выбирают для себя тот индивидуальный навык, над которым будут работать во время летних каникул. Затем в помощь приходят нам гаджеты, в которых дети так любят развлекаться. И вот о своих успехах дети могут скидывать информацию уже в общую группу Viber либо аудиофайлом, либо набрать на клавиатуре, а могут даже завести дневник, в котором будут отмечать свои успехи. Кстати говоря, в этом возрасте вот дети-то очень любят вести дневники. Договариваемся о том, что 10 и 25 числа каждого месяца в 10.00 желающие подключаются на видеоконференцию, на которой подводятся мини-итоги. Я, в свою очередь, их информацию переношу в наш экран достижений, такие экраны достижений есть в каждом классе. А может, даже кто-то пожелает уже объявить о смене навыка и начать работу над другим. В конце лета мы договариваемся о встрече, например, на природе, дети это очень любят, где я отпразднула окончание работы над выбранными навыками. А вот в сентябре мы с коллегами решили провести, как вы уже только что говорили, фестиваль между классами и пригласить на этот общий праздник те классы, которые пока еще не в теме умелый класс. Вот я с коллегами так вижу работу дистанционную в летние, например, каникулы. Я рассказала то, как мы с коллегами видим работу над индивидуальными навыками, а передаю сейчас слово прям буквально моей же коллеге Дробиной Елене Викторовне, которая расскажет о работе над коллективными навыками в дистанционном режиме. Да, я вот хочу поделиться своим небольшим опытом, так как как раз был тот случай, когда проблема перешла в навык. Так, когда мы еще учились, мы в проекте первый год, мой третий класс, и общим навыком как раз было выбрано ребятами, мы внимательно слушаем инструкции учителя. Вот когда мы перешли на дистанционную, и тут мы как раз все сложилось так, что переходим на дистанционное обучение. Этот навык не перестал быть актуальным, но как-то возникла такая проблема и необходимость его немножко подкорректировать, так как в рамках дистанционного обучения, ну и у нас получилось таким образом, что мы не только слушаем инструкции, четко слушаем инструкции учителя, мы не выкрикиваем, мы не перебиваем учителя и одноклассников, потому что как раз вот в рамках урока в системе Zoom дети на начальном этапе начали друг друга перебивать, выкрикивать, им хватилось каждому ответить. Но мы не остановились на одном навыке и вот как раз у нас мы создавали группу Viber, причем как раз дали такую возможность ребенок, который в обычной системе он как-то себя мало проявлял, а тут поручили ему создать группу и он оказался настолько у него проявились за этот период лидерские качества, что до сих пор он там создает группы, с ребятами общается и так далее. Viber тоже он выложил несколько вариантов картинок, которые выбрали и ребята путем голосования выбирали именно эту картинку. и постепенно у нас не один навык дистанционного обучения был выбран, а мы уже создали еще несколько необходимых для нас навыков. Мы умеем, один из которых, мы умеем создавать для себя комфортные условия для дистанционного обучения. Да, потому что во время дистанционного обучения детям очень многие родители, животные, это доставляло некоторые неудобства. Вот, поэтому именно, да, и мы можем вежливо попросить своих близких не мешать во время дистанционных уроков. Еще одной особенностью дистанционного обучения оказалось, что очень активные мамы начали включаться в процесс обучения во время уроков. Тут у нас еще возникает один навык, мы самостоятельно работаем во время дистанционных уроков, мы можем обходиться без помощи мамы во время дистанционных уроков. И некоторые мамы тоже как-то это постепенно отошли от этого, да, и давали свободу ребенку заниматься самостоятельно на уроках. Также еще один из навыков, это было мы легко переходим от дистанционных уроков к другим занятиям, да, чтобы все-таки дистанционные уроки не занимали достаточно много времени, ребята могли заняться другими делами, то есть отключиться, перейти к другим. И ребятам вот эти все навыки помогали. Когда один из общих навыков тоже есть такой, что мы не забываем с вечера подготовить свое рабочее место. Это тоже нам помогало в учебе. В общем-то, конечно же, это незаконченный вариант, есть еще над чем работать, мы будем это делать, но хочу сказать, что в группе ребята более свободно делились над тем, как и что у них получается. То есть они написали смс, отправляли, и в последнем занятии у нас было 15 числа, это как раз совпало с праздником семьи. И вот мы в своей группе поздравляем. Я закончила, поделилась своим небольшим опытом. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Так, и вот это учитель, да, и сейчас у нас Юлия Тишкова по роли учителя. Да, да, да. Добрый день. презентацию? Слышали меня хорошо. Да, Юлия Тишкова как раз исследовала вот эту учительскую часть наших материалов и делает свою магистерскую диссертацию на эту тему, и была очень важным куратором школы 1534 в этом процессе и участником нашей авторской группы в проекте. Спасибо большое Рима Вячеславовна за представление. Мы все уже очень долго услышали много хорошего действительно об этой методике, об этой программе. Она ее действительно очень хорошо воспринимают дети, и она на самом деле способна изменить многое. Но как уже ей раз отмечалась с моими коллегами в том числе, что главной ключевой ролью во всей этой программе является роль учителя. И сейчас мне бы хотелось дать вам несколько, представить вам несколько аспектов, что это такое роль учителя, именно как влияние учителя на эффективность реализуемой программы. Вот, собственно, об этом будет моя презентация. Можно попросить следующий слайд. для так сказать простоты восприятия я бы хотела обратить ваше внимание, что мы опираемся на три основных элемента, через которые учитель способен повлиять на эффективность. Всегда проще иметь некую картинку, знать непосредственный век, вектора, непосредственные рычаги, через что именно можем влиять. И среди этих трех областей выделяются первые особенности именно этой профилактической программы. Второе умение различать различные роли, которые существуют у учителя в учебном воспитательной деятельности. И второе и третье это готовность учителя. Теперь давайте немного подробнее о каждом элементе. Пожалуйста, следующий степень. Итак, особенности программы. На что стоит обратить внимание с точки зрения эффективных характеристик. Это четыре характеристики. Первая длительность и интенсивность программы. Вторая структура стейкодеров, вовлеченных в программу. Третья связь возраста с элементами профилактической программы. И четвертое это фокус программы на карбирование навыков изменения. Можно следующий слайд. Итак, немного подробнее, что кроется за первой особенностью это длительность и эффективность. Итак, мы имеем во время апробации, во время интеллира это два этапа, которые длятся до двух месяцев. Как правило, это достаточно для того, чтобы начать формировать тавок и не так долго, чтобы ребенок не устал отыграть в игру. Обычно длительная игра, она понятно, может быть в тяжести. Второе, интенсивность. Программа состоит из двух этапов. Первое, это умчекластый навык, и индивидуальный навык. Это позволяет во-первых, менять фокус класса ученик, тем самым, продолжать еще проигрывать и оставаться в ситуации игры и метода. Простите, пожалуйста. И третье, это регулярность. на этом аспекте я бы хотела обратиться уделить особое внимание, поскольку, несмотря на то, что это вы поиграли в два месяца и все, на самом деле игра настолько хороша, ментод настолько хорош, что его непременно хочется использовать дальше. Дети хотят играть дальше, учителя видят в этом эффективность, но регулярность она в том, что учител видит необходимость, чтобы это стало стилем его работы. Не только это момент однодоразового использования, потому что не только ребенок формирует на нос, но и учитель, он тоже сменяет, адаптирован к слову парадигму, для этого тоже необходимо достаточное время, соответственно, частота повторения. Будете добры последующий слайд. Замечательной особенностью этой программы является то, что учитель действует не один, у него есть поддержки и педагог психолог-школы и администрации школы и главные родители. И более того, данный апробационный проект позволяет учителям отказаться к тому, между участниками, передавать опыт, делиться доходками, делиться проблемами и способами их решать. Таким образом, это не просто структура скейтхолдеров, это возможность благодаря этой программе построить эффективную рабочую сеть, которая может стать очень хорошим таким дополнительным элементом влияния до любую инициативу со стороны учителя. Будьте добры, дальше. Третий элемент это связь с элементами программы. Здесь еще идет о том, что метод реализуется не просто как обучение, это форма обучающей игры. Как сказать, что есть такого уникального в этом методе? Активация — это потенциальное пространство. Это термин, который впервые был использован Додор Добинифонтом. Больше о нем можно узнать из его книги «Игра и реальность». Речь идет на самом деле об активации таком способности как воображение. Потому что до того, как мы общаемся с ребенком и он начинает думать, он для начала начинает себе представлять и воображать. следующий слайд, пожалуйста. Четвертый заключительный характеристики, так сказать, особенность интервента — это фокус программы на формирование намоков и изменений. Речь идет про субъекта деятельности подхода. О чем речь? О том, что ребенок он сам принимает для себя решение обучаться долгодам, осваивать его содержание через беседу с учителем, изучать его, продумывать и дальше благодаря группе поддержки классу учиться проявлять его в новой форме поведения. Таким образом ребенок становится ответственным за освоение давых и за его дежургативность и, соответственно, за последствия. Можно дальше. Таким образом данные ключевые характеристики приводят нас к тому, что высвечиваются, так сказать, определяются ключевые, следующие ключевые роли для реализации этой программы. фасилитатор и институты. О чем идет речь? Поскольку метод использует методик вопросов, где нет инструкции от учителя, это позволяет самому учителю больше практиковать и уходить от директивного стиля общения. Это крайне входило опять-таки для того, чтобы поддержать ребенка, загибать все чаще и чаще субъектную позицию, что на самом деле сейчас является одной из ключевых задач. Все говорят о собственностье, о инициативе и ответственности. Это невозможно без адаптации противоположного стиля директивного, а именно фальсификационного. И вторая роль это исследователя. О чем идет речь? Как бы часто вы играли с ребенком, не используя эту программу, каждый раз это будет по-новому, каждый раз это будет эксперимент. Каждый раз взаимодействие с ребенком будет заставлять учителя относиться к своему оппоненту, к чему-то новому. Вот ребенок был один, теперь у него новый дамок, за ним потянется что-то домое. Он постоянно меняется. Не наблюдать за этим, не фиксировать эти изменения, просто к тайне жалко с одной стороны, а с другой стороны, это решает возможности учительно активировать в том числе и свои репрессивные способности, без которых собственно невозможно. Следующий слайд, пожалуйста. Много говорилось о плюсах, я единственное хотел показать простой график, это изменение тревожности у учителей в экспериментальных классах и контролях, где можно видеть, что учителей, которые реализуют методику, уже во время проведения этой игры заметны изменения в общей и профессиональной тревожности, то есть она снижается, в том время, как у учителей контрольных классов за этот же период было выявлено снижение в области профессиональной тревожности. Что бы мне хотелось добавить к своему выступлению, это то, что действительно реализовать эту методику, это не прочитать книжку, которая прекрасно ее описывает, это не реализовать эти 15 шагов, что очень важно, это представить себе опять меняется жизнь, ведя как учителя, когда я это реализую. Почему? Потому что изменения есть и так сказать привычные негативные это освоение нового метода, это инвестиция времени в проведение методики, это инвестиция времени в общение с коллегами, это инвестиция времени в анализ, в осмысление, в рефлексию, но при этом сама же методика является двигателем для тех самых изменений, которые все хотели, но по каким-то причинам откладывались. Вот, поэтому чтобы, что бы хотелось завершить, что анализируя роль учителя как ключевого игрока и влиятель в данной ситуации, она помогает более точно понимать, что происходит и иметь более янстую картину такие следствия, какие последствия от наших действий, от целенаправленных действий, от совместной работы между взрослыми может принести данная программа. Мы продолжаем работу от роли учителя, где будем максимально стараться обеспечить поддержку через разработку определенного инструмента, который может выступать определенным таким видом для более слаженной, более легкой адаптации и использования этого метода до высокой внутренней. Спасибо, есть ли вопросы. Спасибо, Юля. Так, у нас все запланированы или еще не все запланированы доклады? Насколько у нас есть время еще выступить кому-то или уже можно отвечать на вопросы, чтобы успеть... Рима Вячеславовна, у нас регламент уже полностью исчерпан. Исчерпан даже более чем. Да, потому что у нас семинар был запланирован на два часа, у нас уже два с половиной часа. Простите, мы никогда не входим в регламент. Я понимаю, но давайте все-таки сейчас придем к вопросам, у кого какие есть, а потом дискуссия, ну, не знаю, может быть, там в каком-то другом режиме, в другом формате продолжится. Я видела, в чате много вопросов задавали, но, в принципе, тут же в чате и на них отвечали. У кого-то есть, коллеги, вопросы к докладчикам, к нашим многочисленным? Так, ну, можно, пока вопросы зреют, я просто скажу в завершение, да, что 27-го числа у нас будет семинар, и он, объявление о нем есть на презентации основной, и это будет Бен Фурман, три вебинара с разной тематикой для тех, кто уже давно в эксперименте, для тех, кто только вступает и планирует. Мы сейчас собираем заявки. 10 июня у нас завершается сбор заявок для участия в программе «Умелый класс» и в программе «Сила народной игры». В некоторых школах у нас будут разные комбинации этой методики использованы. Например, в детском, в дошкольной группе у них был фольклор, а в первом классе у них будет «Умелый класс». В школе 15-34 в подготовительной группе был «Умелый класс». В первом классе присоединится фольклор. У нас были инклюзивные классы в программе, у них очень хорошие результаты даже по сравнению с обычными классами мы выявили. То есть мы можем присоединить школы, и сегодня у нас была школа в слушателях, школа коррекционная. То есть фактически вот эти разные вариации, да, сочетание этих методик мы можем реализовать в том числе на базе школ тех, кто сейчас нас слушает и кто еще не был в нашей программе. А те, кто был, мы, в общем-то, продолжаем работать в плановом режиме и готовы развиваться и дальше. По двум видам работы с детьми можно включаться. Так, это совершенно бесплатно. Здесь вообще речи о деньгах не идет, да, то есть вот здесь вопрос, можно ли вступить, вступить ли в эксперимент платно, нет, это не бесплатно. Это тот, скажем так, бонус, который получают участники программы и в приложенных документах вот в той брошюре про умелый класс, которая была показана, там написано то, что получают в результате участники наших экспериментальных площадок. Это бесплатное повышение квалификации международного образца в объеме 72 часа, если это экспериментальная площадка в объеме учебных часов, если это там просто люди, которые получили, да, поучаствовали в этом обучении, но не стали реализовывать эту программу. Соответственно, вполне возможно, что в этом году у нас получится, дай бог, снимут все ограничения, и мы все-таки съездим в начале декабря в Финляндию. Те, кто может здесь, конечно же, не бесплатно, но с нас не берут ничего за учебу, да, то есть мы можем оплатить свои расходы на поездку в Финляндию, в институт Бена Фурмана, и посетить школы, которые работают и по этой программе, и другие реализуют практики, профилактики, такая небольшая будет недельная стажировка. Вот, но там, конечно, группа небезразмерная, вот, и совершенно точно все наши участники наших экспериментальных площадок, которые пишут свои пожелания, методические рекомендации, разрабатывают вместе с нами какие-то части этих методик, они становятся нашими соавторами в публикациях и вот в будущем методическом внедренческом пакете, который мы готовим к концу вот этого года. Но поскольку мы говорим еще раз об оценке эффективности, то по окончанию двух лет, то есть двух лет недостаточно для того, чтобы сделать там исчерпывающие выводы об эффективности, о механизмах, изучение, исследование продолжается и те, кто входит в нашу исследовательскую группу, то есть у нас есть люди, которые вошли в исследовательскую группу уже как эксперты и даже там какие-то деньги могут получать в качестве гонорара. Так что это вопрос о платности, бесплатности и тех бонусах, которые получают участники. Так, есть ли еще вопросы? Да, и ответственность, конечно, велика. Владимир Анатольевич правильно говорит, что мы приняли на себя ответственность за внедрение методики Бена Фурмана, и мы не можем подвести его и испортить ему репутацию, поэтому те, кто включаются в нашу работу, они продолжают реализовывать эту программу, если они ее реализовывают, все равно при нашем участии, при методическом сопровождении. Это контролируемый эксперимент, и мы обязаны, мы несем ответственность за то, что эта методика будет адекватно передана исполнителям, и что все творческие, скажем так, прибавления к этим методикам, они будут, скажем так, профессиональными и корректными, для того, чтобы какие-то случайные артефакты не могли стать аргументами во вред внедрения этих методик. Есть ли еще вопросы? Так, во всяком случае, да, и я вас адресую на наш сайт sno.mgppu.ru там объявления, актуальная информация, формы заявки в наш проект, формы регистрации. Да, кто-то включил микрофон? Мы вас слушаем. Это Нагиарим Вячеславовна, Категор Светлана Владимировна. Правильно ли я понимаю, что подскажите, до какого числа заявку можно подать? До 10 июня. Спасибо большое. 27 июня уже будет в новом составе, новые площадки, представленные на семинаре у Бена Фурмана. И наш сайт МГППУ студенческого научного общества. Естественно, мы приглашаем студентов пополнить нашу группу кураторов. У нас из группы сопровождения уже две дипломные работы, две магистерские диссертации по материалам проектов делаются и достаточно большое количество курсовых работ, которые грозят перерасти в дипломные. поэтому это еще и замечательная база преддипломной и научно-исследовательской практики для наших студентов и не только наших, но и вот Саратов тоже подключается к нашему эксперименту. Да, да, еще действительно мастер-класс в ноябре будет, и не только мастер-класс, будет секция проектная, по профилактике девиантного поведения тоже на основе наших проектов. И, конечно же, мы приглашаем всех желающих на нашу магистерскую программу «Доказательное проектирование и оценка программ в области управления социальными рисками детства». Это двухлетняя очная бюджетная магистерская программа, где вы вместе с нашими студентами и в том числе в рамках наших проектов, он у нас не единственный сможете освоить компетенции проектировщиков и экспертов проектных инициатив в системе образования и в тех сферах, где вы работаете с детством. Это может быть и правоохранительные органы, и соцзащита. И это очень интересная магистратура для тех, кто работает в системе управления образованием и другими сферами, потому что важный навык проектирования и доказательный подход в проектировании это такая современная тенденция, которая повышает профессиональные ресурсы специалистов. У нас в воскресенье будет день открытых дверей с 11 часов. Заходите на сайт МГППУ и будем общаться дальше. Спасибо всем за внимание, спасибо нашим модераторам, руководителям отдела сопровождения, руководителя отдела сопровождения грантов и проектов Ржаных Елене Владимировне и Елене Станиславне Смирновой, которая была модератором нашего сегодняшнего семинара и всем участникам, кто потратил свое время и был нашей группой поддержки. Когда есть да, и Ларисе Вершининой, которая, кстати, сейчас покидает встречу, но она была одной из базовых школ, то есть, к сожалению, мы не можем укладываться в границы и не всех смогли послушать. Ну, 27-го мы ждем вас всех. Всего доброго. Уважаемые коллеги, спасибо всем большое. Я хочу сказать, что запись семинара будет выложена на сайте в отделе наука и там есть научные семинары и вы можете через несколько дней ознакомиться с записью семинара и, может быть, там уточнить для себя какие-то интересующие моменты. Вот, всем большое спасибо, в первую очередь, Тереме Вячеславовне и Владимиру Анатольевичу, ну, а также и Ане Борисовне, Светлане Владимировне и всем остальным коллегам за такой интересный доклад. у нас, пожалуй, это был самый длинный семинар из тех, которые происходили в последнее время, то есть интерес очень большой к этой теме, это очень видно. Всем огромное спасибо и ждем вас снова.